Всем привет, друзья! Сегодня в обзоре мы поговорим о том, как Боруссия официально потеряла первое место в Бундеслиге, а Саутгемптон показал, что ждет АПЛ в концовке сезона. Начинаем сегодня с чемпионата Германии, где Боруссия принимала дома Штутгарт, команду с нижней части турнирной таблицы, с такой очень нижней части, и опять у Боруссии с подобным коллективом возникли проблемы. Кроме того, пошел дождь, очень сильный, очень страшный, который мешал. Боруссии, которая 60 минут так ничего и не могла создать у ворот соперника, играя у себя дома. Да, конечно, были удары издали, они должны были быть, учитывая погоду. Боруссия попыталась это использовать, но вратарь все потащил. Я бы хотел обратить внимание на одну всего лишь цифру в этом матче. 827. 827 передач в этом поединке сделала Боруссия между своими игроками. Это, во-первых, дофига, даже, например, для Манчестер Сити, который иногда показывает такие цифры. Да, но это Манчестер Сити. Это Боруссия. Это, во-первых, чемпионат Германии. Контратакующая команда. И 827 передач. Это не была тики-така. Это было «я не хочу брать на себя ответственность, я дам тебе». «Я тоже не хочу, я дам тебе». И вот так вот 827 раз за этот поединок. Но спустя час игры Боруссия все-таки зарабатывает пенальти. С боем, с горем пополам они выходят вперед. Но, знаете, счет 1-0 никогда не может считаться для Боруссии каким-то уверенным перевесом. Потому что что это такая за Боруссия, которая не пропустит после подачи со штрафного? Байер так забивал, Хофенхайм так забивал. И Штутгар тоже забил такой свой гол на сигнал «Иду на парк». 1-1 и казалось, что в параллельном матче Бавария разносит Вольсбург. И казалось, что, ну, наверное, уже все. Видимо, не судьба. Еще и погода помешала. Но Марко Ройс. Это единственный человек, который прям вот пашет как псих. Потому что что? Потому что Марко Ройс еще никогда не был чемпионом Германии. Выигрывал кубок, два раза суперкубок и, в принципе, все. Там еще пару индивидуальных наград, а чемпионом он так пока и не был. И он прям вот хочет. Потому что он понимает, что вот то, что дала им Бавария в этом сезоне, такой вот шанс, он может больше не повториться в ближайшее будущее. Поэтому надо как-то им пользоваться. И Ройс прям тащит на себе. И благодаря ему, благодаря его сверхусилиям, Баруси все-таки выиграла 3-1 здесь. Но еще очень важный момент. После второго гола Баруси, Люсиен Фавор сделал две замены, направленные на оборону. Он снял атакующих, выпустил защитника, выпустил опорника. И, ну, серьезно, 2-1 счет у себя дома надо охранять? Вот настолько? Вот я недавно говорил про прагматизм Баруси, который показал Люсиен Фавор. И, в принципе, правильно тогда он это сделал. Но вот это был не прагматизм. Это был такой, знаете, голый страх. Вот прям вот надо как-то защититься. Против тебя Штутгарт. Против тебя команда, которая не должна вообще здесь сопротивляться. А если она и попрет на тебя, так тебе же лучше. Ты же контратакующая Баруси, а ну Люсиен Фавор решает садиться. Все ниже и ниже. Да, выиграли 3-1, забил еще Пульшич. Но вот счет, так скажем, он не отражает всех событий на поле. Потому что реально, если здесь и читалась победа Баруси по всем происходящим событиям на поле, то минимально вот как раз-таки 2-1. Это вот то, на что Баруси заслужила. А параллельно с этим Бавария выигрывает дома у Вольсбурга 6-0. 6-0. Франк Рибери выходит на замену на последние минут 15-20. Успевает сделать 3 асиста. То есть впечатление Бавария производит ну куда более сильное, чем вот эта Баруси. Хотя, да, Баруси упустила свое первое место. Они опустились на второе. Теперь у них на один гол забито меньше, чем у Баварии. И на один гол пропущено больше, чем у Баварии. То есть, по сути, ничего не поменялось. У них поровну очков, там только разница в голах. Поэтому, да, Баруся чисто символически, конечно же, опускается на второе место. И это может их как-то пошатнуть. Хотя на самом деле ничего, как я уже сказал, не изменилось. Но Бавария производит куда более сильное впечатление сейчас, чем Баруся. Я бы хотел только одного в этом сезоне чемпионата Германии. Только одного. Если Баруся и проиграет этот чемпионат, то пусть она это сделает конкретно в матче против Баварии в очном, а не раньше. Но глядя на такие поединки, на такие страшные муки в результатах, в победах, которые добываются, вполне возможно, это реально произойдет и еще до апрельского матча против Баварии. Друзья, уже во вторник Лига чемпионов продолжит радовать одних и морально уничтожать других. И наш следующий матч тот, где многие ожидают камбэка. Роналду отдыхал в чемпионате и будет полностью готов к ответке против Атлетика. Каким будет счет и кто забьет голы? Пишите свои прогнозы в ответах на специальные для этого комментарии, которые закроются за пять минут до начала матча. А если вы уверены в одном из исходов этого поединка и хотите сделать на него ставку, надежнее всего это делать на сайте MarathonBet. И заканчивать сегодня мы будем обзором матча Саутгемптон-Тоттенхэм. Да, согласен, не самый очевидный вариант, но в матчах других клубов в субботу не за что зацепиться. Вот топ-клубы не показали ничего такого, чего мы о них, например, не знали, и их соперники тоже не показали ничего такого, чего мы о них не знали. А вот Саутгемптон взял и прихлопнул дома Тоттенхэм. Начнем с того, что у Саутгемптона как не было команды, так и нет. Да, они пытаются, они борются, когда пришел Хазенхютель, команда на моральном подъеме от прихода нового тренера, там добыло несколько побед, заработали себе очки, обыграли Арсенал на секундочку, все было хорошо. Но потом все вернулось на свой уровень прежний. Ничего такого, очки набираются очень медленно, а в Англии надо набрать хотя бы 40 очков, чтобы остаться в Премьер-лиге. И вот получается за 9 туров до конца у Саутгемптона было только 27. То есть вообще мало очков, и по ходу этого поединка над ними нависла угроза опуститься уже в зону вылета. Потому что параллельно Кардив выигрывал у Вестхема и выиграл тот самый матч. Если бы Саутгемптон здесь проиграл, они были бы уже на 18 месте, и никакой магии Хазенхютля по сути бы уже и не существовало. То есть ничего не поменялось. Команда как была внизу, так бы и шла внизу. Она и так как бы внизу, все понимают, но при этом все равно не в зоне вылета. И поскольку Кардив выигрывал у Вестхема, на второй тайм Саутгемпту надо было собираться и делать результат. Потому что иначе психологический барьер. Если мы сейчас не выигрываем, то мы опять вот там вот в красной зоне. И они выиграли. У Тоттенхема второй тайм. Первый тайм был полностью за шпорами, вернулся Дели Али, а это значит, что в атаке у Тоттенхема появились лишние варианты, дополнительные, точнее, варианты развития атаки. Вполне возможно, Тоттенхем мог забивать свои там 2-3 мяча за первый тайм, потому что моменты были. Там и в свои ворота пробивали футболисты Саутгемптона, и в штангу попадали, и Эриксон со штрафного перекладина. То есть везде мы видим, да, 5 сантиметров правее или вниз, и вот тебе уже 3-0, и все, игра сделана. Но не повезло Тоттенхему, и наоборот повезло Саутгемптону, который во втором тайме начал творить, ну, я не скажу, что Саутгемптон там как-то что-то прибавил, как сумасшедший. Нет, они, конечно же, хотели, они бежали вперед, но их атаки, они не были какими-то нерешаемыми для обороны Тоттенхема. Но эта же оборона начинает творить чудеса, как это и бывает в последних матчах. А то, что Дайвинсон Санчес не попадает по мячу, этим уже никого не удивишь, это понятно. Но в моменте, когда забивал первый гол свой Саутгемптон, 4 защитника Тоттенхема пропустили мимо себя мяч, который должны были перехватывать. Все вчетвером, обязаны были. Но в конце Дэнни Роуз пропустил этот мяч между ног, который катится вдоль твоей вратарской площадки. Интересно, кто его такому учил? В какой академии такого учили? Это что за тренер ему подсказывал вот так вот играть в своей вратарской, пропускать мяч на дальнюю штангу, а потом стелиться в подкате? Что это за манеры? Понятно, что Маурисио Почтино, он в шоке, конечно же, от такой игры, от таких вот персонажей, как Дэнни Роуз в его команде. Даже несмотря на то, что он его использовал даже как опорника в матче против Арсенала тогда в конце. То есть он универсальный солдат, да, Дэнни Роуз неплохой футболист, но так же нельзя вести себя в своей вратарской площадке, если ты защитник. Вообще это касается, конечно, не только его, а и всех остальных, которые пропустили этот мяч, но он прям был великолепен. А потом Ворд Праус попал со штрафного. Попал. То, что не сделал Эриксон, сделал Ворд Праус и 2-1 в пользу Саутгемптона. Вот это и есть те самые случаи, когда за 10 туров до конца и меньше команды из нижней части турнирной таблицы начинают забирать очки у топов. Вот таким вот образом. Где-то топам не везет, там не забили, штанги перекладины, но потом Саутгемптон во втором тайме на морально-волевых вырывает себе победу. Если Уотфорду, например, это было не надо, потому что у них уже есть 40 очков, они продержались против Манчестер-Сити всего лишь один тайм, а дальше очень быстро посыпались. В Италии, например, Кьева не смог победить Милан. И мы здесь тоже не будем останавливаться, потому что что? Потому что этот матч, он не вызывает никакого, никакого вообще интереса, потому что играла последняя команда чемпионата, которая играет очень уж хреново. В то же время Барса обыграла Райо Валека, но тоже вот 3-1, как и Манчестер-Сити. Здесь тоже нет ничего интересного, потому что соперники ничего не предлагают. Именно поэтому нету сегодня обзора матча Барса или матча Манчестер-Сити, потому что соперники ничего, и того же самого Милана, потому что соперники ничего не предлагают. А здесь Саутгемптон предложил, предложил и выиграл. И Почетино говорит после игры, что я не понимаю, что произошло во втором тайме. Что это значит, ты не понимаешь? Команда Саутгемптон хочет остаться в АПЛ. И вот это будет происходить все чаще и чаще до конца сезона. И как я говорил, у Ливерпуля есть 4 матча против аутсайдеров. И у Манчестер-Сити есть 4 матча против аутсайдеров. Еще посмотрим, чем это все закончится. А вот то, что скоро, возможно, закончится карьера Маурисио Почтино в Тоттенхеме, вот с каждой неделей остается по этому поводу все меньше и меньше сомнений. Потому что вот эти все слова, опять же, манера пресс-конференции, это тоже очень важно. Потому что Почтино начинает отвечать уже как-то, ну вот как-то, вот лишь бы ответить. Он не хочет пропускать это все через себя. Вот такое создается только впечатление, конечно же. Потому что что происходит на самом деле, знает только сам Почтино и люди в Тоттенхеме. И, возможно, те люди, которые хотят его из Тоттенхема забрать. Но как только, помните вот те его слова про то, что Тоттенхему надо найти другого волшебника, чтобы они выиграли чемпионат Англии, там, Лигу чемпионов. Вот как только он это сказал, уже с намеком на другого тренера, вот уже 4 тура в АПЛ без побед, 3 поражения и одна всего лишь ничья. И когда он начинает говорить на пресс-конференции на полном серьезе, уже он отвечает на вопросы по поводу возвращения в Испанию, вот я хочу вернуться в Испанию, мне там нравится, я хочу там построить игру, которая будет давать результат, это уже прямые намеки. И когда он уже не стесняется отвечать на вопросы про Кейна в реале, он, конечно, говорит, что я не могу отвечать на это, потому что президент обидится, но он не говорит, что этого не будет. Поэтому намеки все вот просто налицо. Это начало конца. Процентов на 90 уже можно говорить, это начало конца карьеры на Маурисио Почтино в Тоттенхэме. Если Саутгемптон останется в АПЛ по итогам сезона, сохранить Хазенхютля будет очень сложно. Хотя он как раз-таки показывает свою привязанность к клубу, в отличие от Почтино. Хотя, скорее всего, он это делает для того, чтобы все верили в успех, и игроки, и фанаты. Но когда закончится сезон, начнутся серьезные разговоры. И вряд ли Саутгемптон внезапно начнет бороться за Еврокубки. А работа в Лейпциге все еще свежа в памяти. И размышляя о том, кто же может, если что, заменить Почтино в Тоттенхэме, я никак не мог найти подходящую фамилию, чтобы команда сохранила свой вектор развития. И вот эта фамилия обыграла их только что в матче чемпионата. Друзья, большое спасибо вам за просмотр, за лайки и комментарии. Увидимся уже совсем скоро в новом обзоре. Играйте в футбол! Субтитры подогнал «Симон»!